Сегодня знакомство с городом Камышиным для приезжих начинается не просто с привокзальной площади, как прежде, а с памятника православному великомученику Дмитрию Солунскому. Скульптуру открыли в день памяти святого. Местные жители Камышина, который некогда носил имя Дмитриевск, считают его своим небесным покровителем и заступником. С подробностями Максим Ахметов. Дмитрий Солунский в Камышине. Это именно слуху не только у верующих людей. Святой великомученик является покровителем города со дня его основания. Поэтому на церемонии открытия памятника, несмотря на плохую погоду, множество людей. Высота композиции более 10 метров. Фигуру святого Дмитрия решено было расположить на высокой колонии. Во-первых, потому что так его будут видеть все, а он будет простирать над городом свое покровительство. Место для святого выбрали на привокзальной площади. Здесь всегда многолюдно. И именно с этой скульптуры начнется знакомство с городом для приезжающих. Я считаю, правильно расположился эта скульптура здесь, на этой площади. Как бы въезд со стороны моста он очень хорошо встречает гостей города. То есть я считаю, что место расположения выбрано очень правильно. Я считаю, что памятник будет монументом, который будет Камышан объединять. И по духу, и по делам. Я думаю, что он будет сподвигать Камышан на созидательский, на творческий дух. Поздравить Камышан со знаковым событием приехали и представители региональной власти. Я думаю, что Дмитрий Солонский всегда будет с нами, всегда поможет. И вот тот ореол святости, который над головой вы видите, он будет наш путь озарять. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. И дай Бог, чтобы наши православные святыни были в душе каждого. Праздник Камышан. Камышан с большой любовью относится к своему небесному покровителю. Он известен благими делами и заступничеством. Согласно церковным летописям, Дмитрий Солонский пострадал за веру, яро боролся с язычеством и проповедовал христианство. За это принял и страшную смерть. С его образом местные жители всегда совершали крестные ходы. Во времена, когда город еще носил название Дмитриевск. Кстати, эта традиция жива до сих пор. Этот памятник нашего покровителя теперь тоже установлен в нашем городе. и имеет великое значение для нас, как духовное. А почему? Потому что мы теперь можем приходить к этому памятнику и от него идти крестным ходом. Я считаю, что все наши камыши, они будут достойны относиться к этому памятнику. Мы любим свой город, мы любим своего защитника небесного. И слава Богу, что это свершилось. Максим Ахметов, Максим Лесничий, Вести Волгоград, из Камышинского района.